Здравствуйте, друзья! С вами Вялов Сергей, гастроэнтеролог, гипотолог, кандидат медицинских наук, автор 160 научных работ и прекрасной гастро-книги. Итак, сегодня мы с вами собрались для того, чтобы обсудить очень важную и, наверное, самую наболевшую тему – это вздутие живота, метеоризм и газообразование. Потому что они действительно очень сильно портят жизнь многим людям. Поэтому, действительно, задумывались ли вы когда-нибудь, что иногда просто какая-то там тарелка супа или порция еды могут напоминать о себе целый день вздутием живота? А что, если я вам скажу, что секрет этого дискомфорта скрывается не только в рационе питания, но и в процессах, происходящих в кишечнике, и в том числе связанных с микрофлорой и некоторыми веществами? Давайте разберемся. А я пока скажу кратко, что действительно недавно, буквально на днях, у меня вышла новая книга, которая так и называется «Кишечник работает, а мы отдыхаем». Друзья мои, если вы хотите узнать много про кишечник, восстановить его работу, сделать его лучше, так, чтобы он не мешал и не портил жизнь, обязательно читайте книгу «Кишечник работает, а мы отдыхаем». А мы движемся дальше. Действительно, насколько эта проблема важная и беспокоит многих людей. Оказывается, что буквально недавно проводили большое исследование, в результатах которого оказалось, что почти каждый седьмой взрослый человек жалуется на симптомы вздутия живота даже вот за последнюю неделю. И большинство из этих людей не идут к врачу или вообще к кому-нибудь из специалистов здравоохранения и даже к нутрициологам не идут, просто потому что многим людям некомфортно обсуждать это с врачом. Так о чем же идет речь? Речь идет про вздутие живота. Вы знаете, в этом словосочетании кроется несколько изменений самочувствия. Например, вздутие живота – это может быть просто увеличение живота в объеме, которое не доставляет никакого дискомфорта. Но за исключением, может быть, тех ситуаций, когда ты просто не можешь влезть в обычную одежду, и тогда этот живот действительно мешает. Бывает другое вздутие живота, когда живот надувается, и это сопровождается каким-то ощущением распирания, как будто ты вот-вот взорвешься или что-то надулось внутри, и это создает очень сильный дискомфорт. Иногда вздутие бывает такое, когда живот только распирает, а вот смотришь на него, и он не увеличивается. И то, и другое, и третье называется вздутием. Но иногда прямое увеличение живота в объеме мы называем просто распиранием живота. Но у этих явлений, связанных с вздутием живота, есть много причин. И кажется, что механизмы очень сложны, хотя на самом деле просты. И из-за того, что мы их не понимаем, мы говорим, что это индивидуально. Хотя на самом деле надо просто обратить на себя внимание, и все встанет на свои места. Так вот, исследование, в котором приняли участие 88 тысяч людей, показало, что 14% из них имеют вздутие регулярное, и это очень жутко портит их качество жизни. При этом около половины из них, даже чуть больше, 59%, не идут ко врачу и вообще не жалуются на эту проблему, а просто мучаются и страдают. Потому что проблема действительно пикантная, и обсуждать ее не всегда удобно. Так вот, и оказывается, что среди всего количества людей в большей степени подвержены вздутию живота именно женщины. У них в 2,5 раза выше риск получить вздутие живота такой же высокий риск, как у людей, имеющих заболевание. Например, синдром раздраженного кишечника, или хронический запор, или даже такое тяжелое и серьезное состояние, как язвенный калит, когда весь кишечник воспаленный. Поэтому вздутие, конечно, может быть связано с питанием. И с диетой, на которой сидит человек, знает он об этом или не догадывается, что некоторые продукты вызывают вздутие. Но, тем не менее, они могут это делать. Какие продукты? Я вам сейчас расскажу. Вздутие также связано, может быть, и с микрофлорой кишечника. Потому что, если в кишечнике слишком много плохих бактерий, или слишком мало хороших бактерий, или, в принципе, нарушено их соотношение, то тогда действительно это приводит к неправильной ферментации пищи и, как следствие, к избыточному газообразованию. А я напомню, что за половину переваривания еды отвечаем мы сами. И наши ферменты, желчий, желудочный сок. А вот остальное переваривание происходит благодаря микрофлоре в кишечнике. И тогда, если эта микрофлора порушилась, или мы постоянно, или даже просто регулярно, или редко, но метко, кормим эту микрофлору сложной пищей, содержащей большое количество углеводов, клетчатки, бактерии начинают ее расщеплять и выделяют различные газы. Углекислый газ, метан, водород. И некоторые плохо пахнущие вещества, такие как индол и скотол, которые придают ароматность выделением газа из кишечника. Некоторые продукты тоже способствуют и могут стать либо друзьями кишечника, либо, наоборот, врагами кишечника, вызывая вот то самое вздутие. Ну, есть и продукты, которые помогут обезвредить кишечник, чтобы не взорваться. Тогда, если мы постепенно вводим в рацион клетчатку, и это немного улучшает ситуацию, но самое главное, не спешите ее добавлять. Некоторые ферментированные продукты будут способствовать улучшению микрофлоры и восстановлению правильного баланса. Но, опять же, не спешите добавлять и их. Если что, делайте все это постепенно. Если вам интересно узнать об этом больше, смотри это видео до конца. А если интересно узнать еще больше и какие-то полезные и важные рекомендации, то можешь читать мою книгу «Кишечник работает, а мы отдыхаем», или присоединяться к лекции, которая будет уже буквально в субботу. Но мы немножечко перейдем к такому чуть более научному и полезному взгляду на все эти вещи. В общем-то, вздутие живота и распирание живота встречается часто. Это мы уже поняли. Примерно от 14-16 до 30% людей. А у тех, у кого есть проблема в кишечнике, например, такая, как раздраженный кишечник, вздутие встречается у 66-90% людей. То есть, при проблемах в кишечнике вздутие – это постоянный спутник. Но от него можно избавиться. И очень важно запомнить, что от вздутия можно и, самое главное, нужно избавиться. Многие люди, которые приходят ко врачу, говорят, что вздутие у них очень сильное или даже тяжелое. Примерно 75% людей так говорят. То есть, оно сильно мешает жить. А еще 50% говорят, что это вздутие приводит к снижению их способности заниматься обычными делами и вообще нарушает работу и бытовую историю. Многие говорят, что вздутие и эти симптомы похожи, как будто бы ты беременна или как будто у тебя что-то надулось в животе, как шар. И это просто невыносимые ощущения. При этом вздутие, газообразование идут не всегда рука об руку. Иногда живот просто надувается, а иногда надувается и булькает. И примерно 50% людей испытывают одновременно оба этих ощущения. Что же является причиной всех этих состояний? Когда дело доходит до так называемой патфизиологии, то есть тех процессов, которые лежат в основе вздутия, большинство людей считают, что их симптомы связаны с тем, что организм вырабатывает слишком много газов. Это неверно, потому что газы вырабатывает не организм, а микрофлоры, которые находятся в кишечнике. И иногда ощущения связаны не столько с газами, сколько с усилением самих ощущений из-за плохого состояния кишечника. Но основной причиной является, конечно, избыточный бактериальный рост. То есть избыток микробов, которые находятся в тонком кишечнике. А еще непереносимость углеводов. В основном это связано с лактозой и фруктозой. И именно поэтому молочные продукты зачастую провоцируют вздутие, ведь там много сахара, примерно 5%. То есть стакан молока содержит примерно 10 граммов сахара, 2 чайные ложки. И это, конечно, кормит микробов в кишечнике, и они вызывают газообразование. То же самое происходит и с фруктозой. Ведь фрукты содержат порядка 10-12% сахара в виде фруктозы. То есть, например, 100-граммовое яблоко содержит тоже 2 ложки сахара. Всегда имейте это в виду, когда речь идет о вашем питании. Но измененная микрофлора, она может быть изменена из-за питания или из-за каких-то болезненных состояний в кишечнике. Изменяет моторику кишечника, то есть то, как он сокращается. Изменяет чувствительность, и мы начинаем сильнее ощущать все эти симптомы. Изменяет проницаемость слизистой, и через нее легче становится проникнуть всем раздражающим веществам. И из-за этого комплекта проблем возникает вздутие живота, растяжение и увеличение его в объеме. Но когда дело доходит до того, чтобы исправить эту проблему, здесь, конечно, в первую очередь надо рассматривать питание. А потом уже все остальные моменты, о которых я тоже сейчас расскажу. Но среди питания, наверное, очень важно, с учетом современности и тех продуктов, которые мы имеем, отметить очень важный аспект. Это искусственные подсластители. Ксилит, сорбит или сорбитол. Их добавляют в еду, и из-за этого усиливается вздутие. Потому что все эти подсластители, по сути собой, представляют неферментированные углеводы. И эти углеводы доходят до микрофлоры в кишечнике и приводят к увеличению газов. И из-за этого возникает вздутие. Также очень важно учитывать, что многие углеводы и многие вообще растительные продукты содержат фруктаны, которые тоже являются сахарами и тоже способствуют ферментации и разрастанию микрофлоры. Здесь надо отметить, наверное, несколько самых главных продуктов, о которых надо знать и которые усиливают вздутие. Первое. Это бобовые. Среди бобовых давайте возьмем топ-3. На первом месте фасоль, на втором месте горох, на третьем месте чечевица. С одной стороны, это суперпродукты, поскольку они очень богаты клетчаткой и белком. Но с другой стороны, они содержат олигосахариды, которые медленно перевариваются. А за счет того, что они перевариваются медленно, микрофлора успевает их съесть. И в результате образуется брожение и большое количество газов. Поэтому количество бобовых было бы неплохо уменьшить. Второе. Это крестоцветные. К крестоцветным относятся разные виды капусты. Это может быть обычная капуста, белокочанная, красная капуста, брокколи, цветная капуста. Эти овощи содержат рафинозу. Рафиноза является сложным углеводом, то есть сложным сахаром. И этот сахар образует большое количество газов при ферментации в кишечнике. На третьем месте молочные продукты. Вы знаете, у многих людей есть непереносимость лактозы. То есть нет фермента, который может усваивать и помогать переваривать этот молочный сахар. Но даже если микрофлора просто нарушена и никакой непереносимости нет и фермента достаточно, то все равно это будет способствовать вздутию из-за большого количества сахара. В такой ситуации можно выбирать безлактозные продукты или стараться быстрее восстановить состояние кишечника. На четвертом месте злаки. Вы знаете, злаки и цельнозерновые продукты считаются полезными. Да, потому что там много витамина В, там много клетчатки. Но они также могут быть и причиной газообразования. Потому что с помощью именно этих продуктов, злаков и цельнозерновых продуктов, можно перебрать клетчатки лишнего. И тогда эта лишняя клетчатка создаст нам вздутие, газообразование и те самые неприятные ощущения. Многие, может быть, замечали, что если ты начинаешь есть больше хлеба, особенно не белого, например, который быстро всасывается, а черного, серого или со злаками, то это усиливает вздутие. Так и есть. Еще раз напомню про сладости с искусственными подсластителями ксилитом и сорбамином, сорбитолом. Но сюда же попадает и жевательная резинка. Ведь в жевательной резинке содержится большое количество как раз этого самого ксилита. Ну и завершаем этот топ продуктами с высоким содержанием фруктозы. А это сами фрукты и соки. И тогда содержащаяся в них фруктоза может вызывать дискомфорт при переваривании, особенно если ты много ее съел. И это будет способствовать вздутию и вызывать это вздутие. С этой точки зрения разработана диета Фодмап, которая достаточно сложная, и поэтому многие неправильно ей пользуются. Я об этом подробнее расскажу на своей лекции, которая будет в субботу. Она так и называется. Вздутие, газообразование и кишечник. По ссылке в профиле или по ссылке в описании или на моем сайте Vialof.ru. Смотрите внимательно. Если вам эта лекция интересна, присоединяйтесь. Так вот. Но в целом, если правильно использовать диету Фодмап, тогда по исследованиям Билла Чея и его коллег, которые использовали обширно эту диету, она дает очень хорошие результаты. Еще важно отметить два момента. Наверное, это то, что скрыто от нас. Ведь многие полуфабрикатные сладости приготовляются с использованием кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. То есть, как будто бы мы едим просто печенюшки или какие-нибудь пироженки, а в них, с точки зрения технологии, на сегодняшний день добавляется кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. И это стимулирует воспаление в кишечнике, образование полипов и, конечно, создает вздутие. И еще многие задумываются про глютен. Глютен, ведь глютен у некоторых людей вызывает иммунную реакцию. Это как раз те самые злаки. Но не у всех есть та самая целиакия. Бывает, что целиакии нет, а есть просто повышенная чувствительность к глютену. И примерно 70% людей, у которых есть вздутие, у них бывает такая чувствительность к глютену, которая не является целиакией, но реакция на этот продукт есть. На пшеницу, ячмень в первую очередь. И тогда имеет смысл сократить количество этих продуктов. Кроме того, есть и другие продукты, которые помогают расправиться с этим вздутием. На первом месте находится имбирь. Имбирь известен и знаменит своим противовоспалительным действием. Многие его используют при простудных заболеваниях и так далее. Но этот же растительный продукт практически не переваривается и доходит до кишечника, и там тоже может оказывать полезное действие. И здесь любители суши встают и аплодируют. Кстати, пишите, что из этих продуктов, о которых мы говорили, вы едите, а что не едите, и вызывают ли они у вас вздутие или нет. Пишите в комментариях, я внимательно это изучу и, возможно, даже отвечу или отдельное видео запишу по этим продуктам. Так вот, имбирь помогает улучшить пищеварение и расслабляет мышцы кишечника, восстанавливает его перистальтику. И это способствует лучшему продвижению пищи, лучшему усвоению пищи и уменьшает количество газов, которые образуются. На втором месте тимьян. Тимьян – это такой ароматный травяной продукт, который используется в качестве специй. Наверняка многие его знают. Он помогает стимулировать пищеварение, стимулировать выделение пищеварительных соков. Это улучшает переваривание и уменьшает газы. Можно добавлять тимьян в наши продукты, и будет их вкуснее есть, и будет меньше газообразования и вздутия. Кроме того, кефиры и йогурты – это ферментированные продукты, которые содержат небольшое количество пробиотиков, которые помогают укрепить разнообразие микрофлора кишечника и тогда оказывают такое пульсовое, стимулирующее, толкающее действие на микрофлору. Это помогает уменьшить вероятность вздутия. Есть еще, знаете, овсянка. Она на четвертом месте у нас. Она содержит растворимую клетчатку, которая в целом помогает удерживать воду в кишечнике, и это помогает лучшему перевариванию и снижает образование газов в кишечнике, и вздутия становится меньше. Многие считают, что бананы – какой-то бесполезный продукт, однако они на пятом месте среди продуктов, помогающих избавиться от вздутия, поскольку они содержат большое количество калия. Это помогает регулировать водный баланс в кишечнике, раз, и моторику кишечника, поскольку калий влияет на его сокращение. Два, то это помогает снизить риски вздутия живота и уменьшить его. А еще мята и мелиса – те известные травы, которые помогают расслаблять мышцы желудка, ну и кишечника тоже на него они влияют, и ускорить процесс пищеварения, и тогда микробам достанется меньше сахара, и вздутие и газообразование будет меньше. Поэтому в чай можно добавлять мелису и мяту, а как приправу можно добавлять мелису и мяту, или в принципе пить чай непосредственно из этих продуктов. Ну и закрывают наш топ ананас и киви, потому что эти продукты содержат растительные ферменты, в том числе бромелоин, которые помогают расщеплять белки, улучшают пищеварение и ускоряют этот процесс, и создают меньшее количество газов микробы в этой ситуации. Поэтому тогда мы чувствуем более комфортные ощущения в животе, но нельзя ими злоупотреблять. Они должны быть добавлены в качестве десерта, по маленькому кусочку, может быть, три раза в день. Но это та часть, которая связана с диетой. Вы знаете, не всегда только диета помогает. Почему? Если мы зашли уже слишком далеко, диету обязательно надо соблюдать, но этого может оказаться мало. Или, например, при вздутии, когда есть какая-то проблема в кишечнике, тогда приходится добавлять и противомикробные препараты, которые могут по-разному действовать на микрофлору кишечника, либо просто угнетать ее и не давать размножаться, либо убирать именно излишек бактерий, не действуя на общее их количество полезных бактерий. Поэтому использование некоторых противомикробных препаратов, которые уменьшают количество бактерий в кишечнике, улучшает ситуацию со вздутием. И не только со вздутием, даже и с раздраженным кишечником, и с диареей. Кроме того, различные специально созданные для кишечника препараты, восстанавливающие моторику, тоже помогают улучшить ситуацию со вздутием, так же, как и некоторые энтеросорбенты. Но энтеросорбенты – это скорее такие костыли, которые просто помогают убрать газы, но не решают полностью проблемы со вздутием. Поэтому давайте подведем итоги. Первый шаг, который касается вздутия, метеоризма и газообразования – это точное выяснение причины. Это может быть только еда, или только проблема в кишечнике, или комбо – двойной удар. Ты плохо ешь, и у тебя в кишечнике проблема. Это самый сложный вариант. Второе. Надо быть внимательным к своему питанию, потому что есть продукты, которые стимулируют вздутие и улучшают вздутие. Тогда мы убираем продукты, которые вредные и создают больше газов, и заменяем их на продукты полезные, которые помогают этим газам нормально пройти по кишечнику и восстанавливать пищеварение. Если этого мало, есть все шансы и вся вероятность заподозрить проблему в кишечнике. Тогда кишечник надо проверять, и тогда уже мы добавляем какие-то специальные средства, разработанные именно для кишечника, которые помогают восстановить микрофлору, восстановить перистальтику, уменьшить количество газов и восстановить чувствительность к некоторым продуктам или восстановить ферментацию. Если вам было это интересно, то вы наверняка сформулировали для себя какие-то вопросы. Вопросы напишите, пожалуйста, под этим видео, и мы с вами попробуем с ними разобраться. Но подробно мы будем разбираться с вопросами на лекции, которая будет в субботу. Если вам это интересно, присоединяйтесь. Вся информация под этим видео. Ну и читайте мою новую книгу «Кишечник работает, а мы отдыхаем». И тогда вздутие не составит вам проблему и не будет мешать жить. А мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Пока-пока.